Психолог, автор различных книг, тренингов, Анетта Орлова, которая сегодня с нами в студии. Доброе утро. Доброе утро, Анетта. Мы очень рады вас видеть. Это у нас абсолютно взаимно. Скажите, пожалуйста, давайте разбираться. Вот всё-таки гражданский брак – это бич современного общества или некое спасение для молодёжи от ненужных разводов, трат на свадьбу и так далее? Вот ваше мнение как профессионала? Мне кажется, что, как и в любом явлении, как в любом феномене, здесь есть и свои плюсы достаточно серьёзные, и в том числе свои минусы. Давайте о плюсах. О плюсах? Почему это о плюсах? Это нормальная мужская позиция. Потому что 85% мужчин, проживающих в гражданском браке, считают себя холостыми. А 85% женщин, проживающих в гражданском браке, считают себя замужними. Именно. И всех это устраивает ситуацию. Вот что дело. Дедушки, бабушки переживают. Ну, если честно, то гражданский брак, конечно, с одной стороны, сейчас очень часто это бывает неким пробным браком, то есть когда два человека пытаются почувствовать, смогут ли они быть вместе или не смогут. И какие-то вещи там действительно могут проясняться, то, что всегда оставалось за кадром раньше. Здесь можно предполагать, что больше возможностей, так скажем, избежать каких-то роковых ошибок. Но с другой стороны, наверное, самое главное отличие. Очень сильно меняется отношение в паре, не в лучшую сторону, если это официальный брак или если это гражданский. А в чем разница она это, правда, в штампе? Казалось бы, да? Да, в штампе. Гражданский брак. Когда пара только-только начинает жить вместе, у женщины очень высока мотивация, в конце концов, все-таки, этого мужчину каким-то образом дотолкать до того самого ЗАГСа. И она очень старается соответствовать. И поэтому она более покладиста, очень заботлива. Мужчина себя чувствует... Любит родственников. И мужчина себя чувствует просто востребованным-востребованным. И он диктует правила. И это все происходит до того момента, пока в такой паре появляется ребенок. Безусловно, это общая статистика. Есть разные пары, да? Есть количественные исследования. То есть в большей степени это так. Когда появляется ребенок, мужчина не так включается в этот процесс, потому что он, в принципе, да, это для многих мужчин испытание, вот этот период. А тут еще и нет того уровня обязательств внутренних. И оказывается, через 2-3-4 года женщина становится более агрессивна в таком браке, а мужчина более отстранен. И это не ведет к улучшению отношений. Все, что я вспомнил с ней сказанным, это замечательная шутка армянского КВНа, куда исчезает мужчина, когда рождается ребенок. Его уносит аист. Да. Скажите, я, кстати, еще одну ситуацию вспомнил. Вот про, знаете, такая поговорка «поживем, увидим». И как раз люди уже в возрасте, уже несколько раз обожглись в свое время. И вот присматриваются к друг другу, и мужчина говорит, ну ничего, поживем, увидим. На что женщина прямо сидит за столом и говорит, ну уж нет, сначала увидим, потом поживем. Но вот все-таки, Анета, что изменилось? Раньше ведь не было такого. Раньше это было сожительство в грехе. Раньше там, если поцеловался, все, женись. Вот Феликс, например, у нас женился там в 20 лет, до сих пор не может опомниться. Я прошу на меня не наговаривать. Во-первых, я женился в 18, во-вторых, вовсе не из-за этого. Почему сейчас молодежь так легко съезжается, разъезжается, даже как-то и не успеваешь заметить? Любовные отношения, так же, как и семейные, они отражают социокультурный контекст вообще в обществе в целом. И если раньше это была такая направленность на некий коллективизм, на ценность своей позиции в обществе и каких-то таких моральных... Семья же, она ячейка. Да, моральных. Практически первичная партийная организация. Да, и если на этом было такое основное внимание, то в последнее время мы столкнулись с индивидуализмом, когда личное удовольствие и твоя личная выгода становятся дороже некого сотрудничества. И вот когда мы пришли к этим изменениям, то тогда брак такой, гражданский, он стал очень удобным таким способом. Ведь основная разница, на самом деле, между гражданским браком и браком официальным в установке. В официальном браке идет основная установка, в первую очередь у мужчины, на сохранение отношений, на преодоление сложностей. А вот в неофициальном браке установка у мужчины на избегание сложностей. Когда много разных сложностей, при неофициальном браке нет того цемента, который связывает. Я, например, изначально жила 5 лет в гражданском браке, но потом мы зарегистрировали свои отношения. А ребенок появился или уже зарегистрировали? Или родственники, говорили, старшие, ну давай, давай. Вообще, честно говоря, я, наверное, уже, мне муж сразу делал предложение, я вот 5 лет, я как-то вот все вот не знала, как-то я к этому относилась, а потом уже я поняла, что нет, я хочу. А ребенок появился через 5 лет после уже официального брака. Но обручальное кольцо вы, на всякий случай, не надеваете? Я изначально никогда не носила обручальное кольцо. А почему? Я на эту тему даже очень много думала, и у меня папа носила, мама не носила, дед носил, бабушка не носила. Вообще, есть такое понятие в семейной истории, это трансгенерационная передача каких-то определенных форматов жизни. Оказалось, что далеко-далеко у моих предков на одной из свадеб случилась неприятность. И вот это записалось как некий миф. И вот все женщины моего рода, я, мама и бабушка почему-то не носят, а мужчины носят. Поменьше неприятностей вам, Анетта. Я из-за кустов вас, Анетта, практически не вижу. Если муж что-то скажет вдруг, вы ему скажете, ну знаете, он не знал, кольца не увидел, поэтому позволю. Так он уже раз меня ждет за задерями в студии, он будет радоваться. Он уже слышит, там все, зря я сейчас сказал. Все, дайте нам рекламную паузу разобраться в этой сложной семейной ситуации. Спасибо вам большое, мы скоро продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok